Месяц прошел с того момента, как президент подписал указ о назначении меня главой государственной областной администрации Днепропетровской области. За этот месяц мы с вами не общались, я разбирался с тем, что происходит в области. Я формировал команду, которая будет со мной работать. Я считаю, что только общими усилиями, причем точечно для каждого человека, если наша работа кому-то помогает. Даже одному человеку это уже много, поэтому степ-п-степ разбирались месяц в задачах, в срочных задачах. У нас достаточно сложная ситуация по обороне, занимались срочными задачами по обороне. Сегодня я готов ответить на ваши вопросы, наверное, они у вас накопились. И давайте переведем это все в формат вопросов и ответов, потому как длинные речи мои никому не нужны. Нас цікавят и заступники, и радники. Ну, взагалі, расскажите про вашу команду, кто это люди. Да, я расскажу. Команда не сильно изменилась, потому как губернатор, который был передо мной, сформировал достаточно качественную команду, и сильно я ее не менял. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда я могу назвать вам фамилии. Это все фамилии, которые работали, практически все люди работали здесь, были и у замгубернатора. Другое дело, что все отправлены на согласование в АП и в Кабмин, и таким образом пока еще согласований нет. Насколько это правильно сейчас говорить о конкретных фамилиях? Ну, я вам могу сказать, что работала исполняющими обязанностями замгубернатора госпожа Тимчук. Она останется, я подал ее на замгубернатора руководителя аппарата. Господин Олейник с нами работает. Я хотел бы, чтобы господин Олейник был первым заместителем. Здесь работает господин Кушман, он исполняет обязанности первого заместителя главы областной государственной администрации, господин Кушман. И есть господин Бруцаков, там было вакантное место в зоне ЖКХ. Он хорошо понимает в этом вопросе, и мы пригласили его поработать с нами. То есть глобальных изменений в зоне моих замов не произошло. Те, кто работал, те и работают практически все на местах. В зоне моих советников, как я понимаю, всех волнует вопрос только господина Нестеренко. Уже... Ну, давайте с него начнем. Ну, потому как, смотрите, мне иногда кажется, что все ответы давно есть. Есть Татьяна Валикурская, она есть здесь. Да? Волос Украина. Вы уже... А? Волос Валикурская. Украинформ. Ну, вы уже ответили за меня на все вопросы. Я смотрел, что в фейсбуке... Ну, вы же... Пока... Пока вы ничего не ответили. Вы просто озвучили то, что вы считаете... Ну, фейсбук же пока не является новостной лентой официально, поэтому хотим услышать от вас. Советники. Это советники. Да, я действительно назначил советником господина Нестеренко, который всех тут... Это назначение всех взбудоражило. Я считаю, первое, что если президент посчитал возможным для себя взять господина Нестеренко в свою фракцию, он депутат от блока Петра Порошенко, в фракции блока Петра Порошенко, то я считаю возможным взять господина Нестеренко своим советником. Вторая часть. Я не рассматриваю советников только по партийной принадлежности. И на самом деле, если мы будем смотреть на партийную принадлежность, нам тогда общество поделить и... половина... Мы не можем думать об обществе, вот это наше, а это не наше. Поэтому господин Нестеренко является одним из владельцев холдинга, который контролирует на сегодняшний день почти 50% рынка хлеба в области. Это очень важный вопрос. Мы договорились с ними, что с этим холдингом, что они будут держать цену, повышение цены на социальные сорта хлеба не будет выходить за рамки 5%. И поэтому, да, господин Нестеренко, я назначил своим советником. Какие еще советники вас интересуют? Я готов ответить, по кому еще есть вопросы. А можно уточнить этот вопрос? Борис Брагинский. А подождите, давайте мы ответим вашей коллеге, будем... Да, Борис. Я хочу уточнить этот вопрос. Вот Нестеренко скандально известен как человек, который фальсифицировал выборы на углу за счет раздачи дешевой хлебопродукции своим избирателям, а также как человек, который направлял бюджетные средства из областного бюджета на финансирование своих частных сельхозпредприятий. Вот в этом плане он будет полезен вам? Что он может посоветовать? В частности, на будущих выборах. Борис Брагинский. Если он совершил преступление, давайте осудим его. Давайте... Я ни одного дела не закрыл. Если господин Нестеренко виновен, давайте осудим его судом. Но моя позиция следующая. Только суд может определить виновность. Мы... Нужно, чтобы суд принимал решение, повиновен человек или невиновен, и определял степень его вины. Мало того, без какой-то партийной... Любой человек может обратиться в суд. И когда суд признает его виновным, я тут же... Мало того, что лишу его звания моего советника, я тут же поменяю свою базину. Ну, прокуроры обращались в суд, но это все... К прокурорам обращались люди, потерпевшие, которые зафиксировали факты подкупа избирателей. При этом из-за администрации президента последовала команда все дела закрыть, и прокуратура выполнила приказ. Это было еще приярено. Борис, я не знаю действительно об этом. Простите. Если там есть уголовные дела, я подниму их. Я попрошу прокурора. Но я не могу приказывать прокурору так же, как не могу приказывать судьям. Ну, что-то слово Леник вам подробно расскажет. И это, кстати, хорошо. Это очень хорошо. Я прошу прощения, а завтра к вам придет еще какой-нибудь предприниматель из той же команды, который будет бороться за сохранение своего бизнеса, и только потому, что он, скажем так, вам чего-то пообещает, вы его примете в помощники. В таком случае я бы тоже хотела быть вашим советником, только потому, что я в 98-м году с шахтерами прошла забастовку от начала и до конца. И я вам буду гарантировать, что наши шахтеры в Днепропетровске бунтовать не будут. Я не говорю, что мне нужно гарантировать, чтобы не бунтовали шахтеры. Я говорю, что мне нужны качественные консультации по агропромышленному комплексу. Давайте, у нас вопросы только по господину Нестеренко. Да, он назначен моим советником. К большому сожалению, ничего с этим сейчас делать нельзя. Я считаю, что он квалифицированный советник в зоне агропромышленного комплекса. В конце концов, сколько можно по этому поводу оправдываться?